КВНу все возрасты покорны, сколько поколений уже воспитаны, воспитались на этой колоссальной игре, на этой необычной игре. И сейчас мы поговорим об этом более конкретно, потому что новостей в этой сфере, в этой области очень много, очень много всего происходит и на полуострове. И в гостях у нас сейчас Сергей Мульт, редактор Крымской официальной лиги КВН. Доброе утро! Доброе утро! Но это не все регалии Сергея Альфредовича, потому что он не только редактор Крымской официальной лиги КВН, но он еще и всероссийский юниор лиги УВН-редактор, а также телевизионного проекта детский КВН. Короче, редактор по всех линиях, в числе и детских. А как вы все это успеваете? Ой, ребят, не знаю. На самом деле у меня профессия сложная. Я археолог, научный сотрудник нашего университета Крымского федерального. Вот как-то по жизни сложилось, что вот и учился, и, собственно, ничего не мешало играть в КВН, а потом как-то уже и работа сложилась, и КВН не хотелось бросать. А может, потому что по знаку зодиака весы, знаете, вот... Все уравновешивается. Все уравновешивается, да. Немножко сложной работы такой и немножко легкой. Но я не скажу, что КВН легкая работа, честно говоря. Но это более для души, вы имеете в виду. Скорее всего, да. Так, если КВН это не легкая работа, то получается, что вы эксплуатируете детский труд. Отчасти да. Вот иногда ловишься на мысли, да, что детишек приходится, вы знаете, любой КВН, это вы не видите только картиночку какую-то красивую, где люди шутят, выходят красивые на сцену, там зал аплодирует и все. Вы не видите то, что происходит за кулисами. Как и у взрослых, так и у детей то же самое происходит. Репетиции, работа с редактором, писание, не спать ночью иногда приходится, да. И приходится иногда кричать на детей, потому что... Ну, а иначе вот-вот, ну как? Никак, да? Никак. А потом вот они выходят и все-таки... Потом еще и благодарны тебе, потому что, ну, что-то получилось, а, адреналин получили, ура, хорошо. Сергей Фредович, расскажите, пожалуйста, что такое детский КВН? Потому что я, на самом деле, не совсем понимаю, ну, у взрослых свои шутки, да, там есть разные категории, разные градации шуток, там, шутки на ту, на разные темы, да, на ту или иную. О чем шутят дети? Кстати, ну, мне кажется, что особой разницы-то нет. Единственное, что, да, специфика юмора там, да. Да, дети, конечно же, там больше в тему, там, школы, каких-то там классической литературы, например, да, которая школьной, которая уже взрослый, как бы уже отходит от этого дела. А у детей все... Знаете, у них, мне кажется, мозг более свободный, чем вот со студентами, когда работаешь, у них какой-то вот одна направленность. Давайте политика, политика какая-то плохие, вот что-то у нас там происходит, что-то плохо, у детей этого нет. У детей фантазия такая, вот она разлетается, ты даже не подозреваешь, что в эту сторону можно было даже пошутить и подумать. Поэтому с ними очень в каком-то смысле комфортно работать, ну, и тяжеловато, потому что, ну, все-таки детки, они сразу там сникают. И твоя работа вот как редактора, если во взрослом КВН команда приходит, приносит какой-то материал и говорит, вот мы подготовили, написали, ты говоришь, вот это чушь полнейшая, идите переписывайте, и я даже не буду комментировать. То есть с детьми так не получается, надо обязательно сказать, почему так плохо, почему, куда лучше подумать, какую сторону направить, чтобы они ушли с полным пониманием того, что они дальше делают, и что им надо написать, что им надо придумать. Сергей, буквально несколько недель назад состоялись полуфиналы у взрослой лиги, да? Нашей Крымской лиги. Нашей Крымской лиги я присутствовал, репортаж снимали, и было замечательно, потому что приятное с полезным совместил, и поработал, и насладился, потому что действительно уровень очень высокий. Как у детей проходит, когда у них следующие соревнования, мероприятия, что у них предвидится? Ну, если про Крымскую лигу, все Крымскую юниор-лигу, она так сейчас официально называется у нас, то у нас начало третьего чемпионата, по сути, вот 23 ноября в музыкальном училище. Пожалуйста, приходите все, посмотрите, что такое детский КВН. Это бесплатно? Это абсолютно бесплатно, да. Собственно, как и детский КВН, который мы снимаем в Москве, телевизионные программы тоже приходят. Если будет возможность, в конце ноября будете в Москве, приходите в Планета КВН, будут первые съемки, уже какой у нас чемпионат телевизионной игры, будут первые съемки. 36 команд у нас прошло детских в телевизионный эфир, будут играть этот сезон. Раз уж вы об этом заговорили, не могу не спросить, а как попасть к вам в детский КВН? То есть какие этапы надо пройти? Все просто. Сейчас у нас детская лига открыта полностью. Вот какая команда сейчас откликнется, отзовется, мы поможем ей поставить это все на ножки, написать что-то, отредактировать, отрежиссировать. Команда, которая создается в школах? Главное заявиться, да. В основном по принципу школьному создаются, там класс или школа. Есть всякие другие способы, да. Какой-то родитель захотел вдруг своего ребенка отправить в КВН, создает вокруг него там еще команду, набирает таких же адекватных детишек к нему и создают таким образом команды. Короче говоря, есть в соцсетях сайт Всекрымской юниор-лиги, можно заявиться, позвонить, сообщиться, списаться и заявляйтесь, пожалуйста. Из чего начинается этап? Начинаются соревнования, да? Мы проведем 23 числа такой открытый фестиваль, как мы посмотрим, какие у нас силы детского КВНа в Крыму существуют. К нам уже есть заявки из Севастополя, из Черноморска, из Армянска, Кировский район. Надеюсь, к нам подтянутся еще какие-то населенные пункты. Я надеюсь, что хороший получится такой у нас мероприятие. Сергей Леонидович, мы с Олей сегодня уже говорили о том, что 8 ноября, столько сегодня интересных памятных дат и праздников много. И у вас же тоже сегодня, можно так сказать, профессиональный праздник. С 2001 года информация для наших телезрителей. В России и не только, а также в странах постсоветского пространства отмечается Международный День Игры КВН. Ну да, но на самом деле его праздновали натихаря, честно говоря, и раньше. Потому что всем известен начало первого эфира. 58 лет назад состоялся первый эфир КВН. КВН в те времена был немножко другой, сейчас он совсем другой. Но праздник празднуем, и замечательно. Сейчас будем целый день переписывать и поздравлять друг друга. К сожалению, у нас не получилось в этом году провести мероприятие, именно какую-нибудь КВН-овскую игру в Симферополе. Но у нас впереди вот и детский КВН, и финальная игра, которая состоится там, по-моему, 12 декабря. И я надеюсь, что мы там вот оторвемся. Как шутят археологи? Ой, археологи шутят, поскольку специфика такой работы, знаете, я там специализируюсь на погребальном обряде скифов и сарматов, поэтому у меня очень специфичный юмор. Иногда он... Иногда он черный, да? Ну, проверьте, в любой профессии, так же, как, наверное, и у вас, какие-то есть профессиональные шуточки, какие-то забавы друг с другом там какие-то есть. Нет, явлемая часть. Почему нет, да? Кто ведет эти мероприятия детского КВНа? Тоже дети? Нет. Вот все, что касается в Крыму, проводил я, например, мероприятия. Мы надеемся, что, может быть, появится какой-нибудь активный человек, такой, как называть, медийная личность, более известная, чем я, например, и будет проводить... Пожалуйста. Но, с другой стороны, у нас хороший пример, да, тандема, когда в телевизионном проекте у нас Леша Королев с Таисией Масляковой проводил. Но я открою небольшой секретик. Открою секретик. Ну, откройте, конечно. Что этот сезон будет вести детский КВН Михаил Голустян. Ничего себе! С девочкой, которую подобрали, девочку хорошенькую такую вот. Будет, опять же, тандем, я надеюсь, очень хороший. Специально сейчас для наших телезрителей раскрываются секреты. Небольшую тайну открыт. Да, тот, кто смотрит первый крымский Крым-24, всегда в курсе самого нового. Ну, а на этой интересной ноте, интересной, необычной, мы и подведем итог нашей беседы. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях был Сергей Мульт, редактор Крымской официальной лиги КВН, Всероссийской юниор-лиги УВН и много-много-много всяких регалий. Вам большое спасибо за то, что это утро встретили в нашей компании.